ПЕСНЯ ПЕСНЯ Здравствуйте, уважаемые гости в музыкальной гостинике. Сегодня мы начинаем цикл наших встреч с беседой о городе, плюсы третья которого мы отметили в этом возрасте. Что же это за город, ребята, которому Божья посвятила эта стихотворенность? Конечно же, это Петербург. Огромной беседой о Петербурге, сегодня мы на нашем первом заседании услышим рубрику «Забавные истории», «Музыкальные стихи-загадки», рубрику «Юбилейные даты» и в конце, как всегда, «МИЦ-Турни». Итак, я приглашаю вас на прогулку по музыкальному Петербургу. Петербург на протяжении двух последних веков в Улыбке остается одним из известнейших центров музыкальной культуры не только России, но и всего-то немаленьким. А начнем мы с вами путешествие, ребята, с театральной площади. Когда-то эта площадь называлась «Площадь Дубкаруси». Здесь происходили народные гуляния. Здесь чумил балаган, здесь стоял театр. Так что были все основания для того, чтобы назвать эту площадь «Театральной». На сцене Каменного театра шли многие спектакли. Также здесь была первая поставка «Жизнь Камзоя» и «Площадь Дубкаруси». Премьера Дубкарусской оперы состоялась в 1836-х годах, но еще почти четверть века ждали артисты специального здания. Таким зданием стал театр, построенный на месте сгоревшего на отрасли. А назвали это театр в честь императрицы Марии Александровой. Отсюда его название «Мариинский театр». Здесь под управлением направника, руководившего театром «Полного полу века», были впервые поставлены прославленные русские оперы. Борис Годунов, Орлеанское дело, Пиковая дама, Биоланта и многие другие другие. Однако во второй половине прошлого века театр пережил определенный творческий кризис. Сенсационный подъем в жизни Марийского театра связан с неутомимой энергией и у него нового руководителя – Валерия Георгиева, под руководством которого Марийский театр вновь огрел мировое представление. Но все-таки главным героем Петербургской концертной жизни был и остается Большой Зал Филомонта. В красоте ему пропорции, стройности колок, сверкании груза – есть, несомненно, одно праведливость. Можно подумать, что здание это предназначалось специальным для музыкальной кризисы. Совсем не так. Поначалу оно строилось… А, сначала здесь размещалось дворянское собрание, где обсуждались сословные, общегосударственные дела и надревшие реформы. Впрочем, уже вскоре сюда полновластная хозяйка вошла в музыкаль. Для этого были все основания. Белокоммунный зал рассчитан почти на полторы тысячи мест. И помимо этого обещает себе много стоячих слушателей. А главное, что не могло привлечь музыкантов, что не могло не привлечь музыкантов – акустическое совершение, совершенство залов. Слово, уже в 19-м веке зал дворянского собрания получил европейский список. Здесь, в Петербурге, встречали прославленных музыкантов зарубежья – Эгиптора Берлиоза, Эференциалиста, Трихарда Вагнера и многих других композиторов. После революции в 1921 году здание на Михайловской улице окончательно было отдохнуть во власть музыкантов. Открылась государственная филармония. С тех пор здесь выступали лучшие артические и зарубежные артисты. Попытка даже выборочной отчисления была бы бессмысленной. Однако об одном филармоническом концерте не хотелось бы рассказать вам особо. Шел Аккур 1942 года. Уже миновала первая, самая страшная блокадная зима, когда тысячи свозили на кладбище погибших Аполлой и болезнями эмиграцией. Стало чуть меньше, но блокада продолжалась. Продолжались бомбежки, артоприлы, и фашисты все еще хватаясь по радио, что вот-вот эмиграцией не вернулись. Сдадутся и немецкие танки промчаться по немскому проспекту. А эмиграц тем не менее готовился к эмигрею седьмой симфонии Игоря Шестаковича. Эмиграцией уже знали, что симфония, которую композитор начал писать еще в первые месяцы блокады, когда он находился вместе со всеми в эмиграциях, и которую он писал с урывкой, в страшном напряжении уже закончили. Они с большим нетерпением ждали первая встреча с симфонии, которая уже прозвучала в некоторых городах и даже за рубежом, которая рассказала всему миру о их жизни, о их мужестве, о страданиях и борьбе их родного города. И вот настал день венера. Это было 9 августа 1942 года. В зданию филармонии ушли и шли с души, едва передвигая обрушение. Поднимались с трудом по правам на лестнице, входили в белоколонный зал. Оркестранты один за другим выходили на эстраду. Среди черных концертных костюмов летали и вальки, и гимнастерки, и флотские бушлаки, потому что симфония древела большого состава эстрады. И все оставшиеся в Ленинграде музыканты, включая и те, кто в округах, и ножа, и чеча, радость в городе, собрали для участия в этом знаменательном концерте. В последнем выходе, как и чеча, он очень леден и не сможет. Присутствующий хорошим знаменитым, это Карл и Ильич Гриаскин, которые они столько раз слышали и видели в этом замечательном здании. «В нашей борьбе с фашизмом, в нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду, я посвящаю свою семью-симфонию», писал в посвящении Дмитрия Шестовского. «В перебор борьбе с фашизмом, смахнул палочкой, и в забытой ленинградцами тишине возникла музыка. Переливами пель, нежная тема стиха, музыка напоминания о вчерашних и таких далеких дарит днях. В эту мирную, чередаилную мосту постепенно, дискочить, с темно-сушария змеи ползает зловещий, тихий рукость малого барабана, а за ним писк, литый пикал, однообразный, нарастающий бумагой. Позже этот выход и пискнется на год темой нашествия, а другие изменувшиеся им навстречу горных звуков темой протеста и борьбе. И сейчас, ребята, для того, чтобы ощутить атмосферу этого концерта, давайте прослушаем небольшой отрывок седьмой симфонии шестого ручка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Такова одна из славных страниц в истории Большого зала государственной филармонии. В этом зале прошли многие премьеры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Дирекция русского музыкального общества От дворянина в митрах членовского Прошли Желаю обучаться музыке Преимущественно теории музыки В обновь учрежденном обществом училища Имею честь Походнейшей в России От значенного общества От обучения меня Число учеников этого заведения DimaTorzok Представляю выданную мне Из императорского училища правоведения 29 мая 1759 года Атистан DimaTorzok DimaTorzok Особенно Значительную роль в развитии консерватории Сыграл DimaTorzok Преподававший здесь Почти 4 десятилетия И недаром В 1944 году Консерватория Была названа Именем автора Сыграл DimaTorzok И так Консерватория у нас Носит имя Димского 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 За время работы Консерватории Из ее стиль Вышло много Замечательных Музыкантов Которыми гордится Наша Это и Александр Глазунов Который впоследствии Став признанным Музыкантом Занимал Которые Димского 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 Впервые Были озвучены Многие Замечательные Димы Впервые И сейчас Ребята Мы послушаем Загадок Димитрия Шестововича В исполнении Гудовика Дмитрия 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 Савченко В нашем месте Объекту Видослав Памят 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но я думаю, когда каждый из вас окажется в Петербурге, может быть такие издания, как Мариинский театр, Большой зал филармонии и Петербургская консерватория наполнятся для вас новым снегом. Теперь, ребята, мы обратимся к рубрике «Забавная история». Она посвящена курьезным ситуациям из жизни известных музыкантов. Итак, слушаем. Старому венскому капельмейстеру явился молодой человек и протянул конверт с рекомендательным письмом от своего первого учителя в Москве. Распечатав конверт, на первом месте прочитал «Подаче всего – пустой фантазир», который помешался на том, что может сделать переворот в музыке. У него вовсе нет таланта, и он, конечно, за всю свою жизнь не сочинит ничего порядочного. Имя его – Белезов Галь. В Шаляпин всегда возмущался людьми, которые считают друг артиста легким. Они напоминают мне, говорит билец, одного из войщиков, который как-то вез меня по Москве. «А ты, Барин, чем занимаешься?» – спрашиваю. «Да вот пою». «Я не про то. Я спрашиваю, чем работаешь?» «Ведь это мы все поем». «И я пою, когда скучно станет. Я спрашиваю, ты чего делаешь?» Однажды к директору Миланской консерватории явился юноша и попросил проэкземенователя. На вступительном экзамене он играл на рояле, показывал и свои сочинения. Через несколько дней он получил оттуда ответ. «Оставьте свои мысли о консерватории и найдите себе учителя среди городских музыкантов». Это было в 1832 году, а через несколько десятков лет Миланская консерватория добивалась чести носить имя, некогда отвергнутое ею музыкантом. В одном доме встретились Альберт Эйнштейн и немецкий композитор Дуан Сейслер. Зная, что Эйнштейн играет на скрипке, хозяйка попросила его сыграть что-нибудь в ансамбле Сейслера. Сейслер сел за рояль. Эйнштейн стал настраивать скрипку. Несколько раз композитор начинал вступление, но Эйнштейн никак не мог попасть в танк. Все попытки начать вместе остались безуспешными. Закрывая рояль, Эйнштейн шлютя заметил, не понимая, как весь мир может считать великим ученым человека, который не умеет считать даже добивым. В давние времена за неодобрительный отзыв о песнях короля грамма Фарахамана критик угодил в тюрьму. Отбыв свой срок наказатель, бедняга снова был приглашен к высокопоставленному автору. «Нос любезный, что вы скажете о моем творчестве на этот раз?» – спросил его король. Тяжело вдохнув, критик обернулся к слугам короля. «Арестуйте!» У Гайдена было много завистников среди посредственных композиторов. Один из них решил завербовать в себе союзники Николая Кенова, как Моцарта. Он пригласил великого композитора на концерт, в котором исполнялись гайдновские произведения. И во время исполнения квартета возмущенно сказал Моцарта. «Я бы так никогда не написал. Я тоже живо оказался Моцарта. Знаете почему? Ни вам, ни мне эти прелестные мелодии никогда не пришли бы в голову. Вот вы прослушали несколько забавных историй. Мне хотелось бы спросить, что вам запомнилось? Ну а что именно? Кому что понравилось? «Я бы так никогда не видел». «А ты встань и говоришь». «Я бы не спрятал». 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 «А еще что?» «Промотит и прогрессит». «Я бы не спрятал». «Я бы не спрятал». «Играет штат» «Промотит и прогрессит». «Играет штат». «Играет штат». «Про критик». «Открыт», «Про критиков». «Про критиков». «Играет штат». Называется она «Музыкальные стихи загадки». Я знаю, что вы очень любите отгадывать проходы, различные загадки, особенно если они касаются музыки. Сейчас такие загадки вы и отгадали. Я приготовила для вас представление, что вновь некоторые слова зашифрованы. Вот в таких вот загадочках. Давайте сейчас мы потренируемся. Что это? Поляна. Поляна. Очень хорошо. Вот я буду, когда читать стихотворение, показывать вам карточку, вы, пожалуйста, мне активно помогайте. Оно небольшое. Вы читаете. Кто у кресла там прилег? Право, лево, ноги. Догадаться я не могу. Сколько ног в итоге? Это добрый... Это добрый... Это добрый, носик, как? Ставит сизыми усами. Сизыми усами. Много ли у капала? Догадайтесь. Пацаны. А на днях я с ним зашел к сестренной подружке. Как стрелую шмыс под стол, ну да скади дружку. На огне приметив мяч, он его как схватит. Милый кап, милый кап, милый кап не любит шляп. Не любит шляп. Странного... Добрый... 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 Долковый... Попросите мам и пап, вам достать такого. Добрый... 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 Следующая наша рубрика, ребята, посвящена юбилейным дамам, композиторам и исполнителям, юбилея которых мы отмечали и отмечаем в этой госине. И открываю я эту рубрику юбилеем Давида Федоровича Кострома, 95-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Родился он в 1908 году. Кто мне скажет, кто такой Костром? Кто-нибудь из вас знает? Это Костром. Давид Костром. А кто у нас учится на скрипке? Вот замечательно. А как вас много, ребята? Костром это советский скрипач и педагог. Один из крупнейших музыкантов 20 века. Это был великолепный и стал мистер, талантливый педагог, который владел обширными фертуарами и много очень контактирован. И однократно он был председателем и членом юбилейных российских международных конкурсов в Костром. Давид Федорович у него большой вклад в развитие русской скриптической школы. Он был редактором скриптических произведений, автором скриптических и переложений для скрипти. Вот я покажу вам. Костром скриптических и переложений для скриптических и переложений для скриптических. Костром скриптических и переложений для скриптических. 6 сентября исполнилось также 75 лет со дня рождения композитора и дирижера Евгения Федоровича Сумланова. Скажите, пожалуйста, какую роль играет дирижер? Кто знает, вы думаете, что играет дирижер? Управляет дирижер. Правильно, управляет оркестром, да? Оркестр его так. Это можно сказать, что даже если в сфере. Так вот, Евгений Федорович Сильванов был дирижером Большого театра. Их нес большой вклад в русскую музыкальную культуру, создав антологию русской музыки. Которую он записал со своим коллективом. Записывал на нее более 20 лет. Записи этой музыкальной антологии не имеют мировой истории аналогов. И представляют собой дирижерную картину русской музыкальной классики. Куда вошли очень многие симфонические произведения. За эту серьезную работу Евгению Федоровичу было присвоено звание героя социалистического труда. Покажу вам я его картину, но он очень маленький. Посмотрите, как он. Видно, хотя бы? Это Евгений Федорович Сильванов. Также 10 октября исполнилось 190 лет со дня рождения великого итальянского композитора Джунзеффа Верди. О нем мы сейчас как-то упоминаем в забавном пешеходе. Помните, да? Верди известен прежде всего как оперный композитор. Его творчество в этом жанре является высшей точкой развития итальянской оперы 19-го века. Всего в Эрди, ребята, написал 26 годов. Вот так смотрят. Какие из них вы знаете? Вы тоже не знали, как вы знаете. Коммер и Джунзеффа Верди. Самый знаменитый – это регалета, травиата, аида, пиотелла. К своей музыке Верди опирался на опыт предшествия, музыкальную культуру своего народа. К своим операм он обращался и к историческим событиям гитарии, но также и к простым людям, и номерам, и переживаниям, и эмоциями. В сентябре этого года исполнилось 200 лет за дне рождения Александра Любовича Грибова. Он родился в семьях и пословом деканта графа Азова. Только в 28 лет он получил вольную, однако вся его жизнь прошла в материальном мире. Он был хорошим теористом, педагогом, а главным – славился как автор замечательным романцем. Гурелев был с детства влюблен в русскую музыку, он воспитывался до ее образца. И вся его вокальная лилия пронизана в здоровье интонации. Романцы его были так известны и близки к народному творчеству, что участвовали и занимались как фольклорные образцы. Один из известнейших романов Гурелева-Сарапанча исполнит сейчас «Тревошее уважение», когда вместе с Зайцевой Карином Любовичем. Сарапанчик Мой любимый, я надела вечерку. Сарапанчик, растягачик, Сарапанчик! В разный свет на хороводе я плясала на свободе, Я плясала на свободе, И смеялась, как дедя. И светлица до рассвета Воротилась только где-то, Разорвала я, шутя. Сарапанчик, ах, кубачик! Сарапанчик! Сарапанчик, ах, кубачик! 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 Глазок горит, какой славянный, Хоть кого он спорит, будь хоть каменный. У глазок, глазок, не забывочка, Древний опыт, не взлая пухочка. Много раз у них не блаженства ты, Но, как гром судил, не остались мечты. У нее тебя, домик, дружечка, И заветные три окошечка. 25 октября этого года мы отмечали 165-летие, а будем отмечать 165-летие за дня рождения замечательного французского композитора Джорджа Безе. Безе был замечательным исполнителем, пианистом, но оказался от карьеры концертирующего музыканта в пользу творчества писателя-музыканта. За свою короткую жизнь оброживал он всего лишь 38 лет. Он написал множество произведений для патрибиана, делал для него много приложений. Он также акторщик, увертун и трех сингтон. Но самое главное область творчества, это, конечно же, оперы. Им создано около 10 октября, вершиной которых является, конечно же, опера «Шакарное». Да, володя, володя. И последний юбиляр этой осени – французский композитор, музыкальный теоретик и педагог XVIII века Жан-Филипп Рамо. Ему этой осенью исполнилось 320 лет за дня рождения. Рамо был церковным органистом, писал музыкально-теоретические пруды, занимался преподаванием, а с 1754 года он являлся приборным композитором «Карабин». Одно из самых замечательных произведений Рамо «Кригадон» Мы услышим переложение для скрипки в исполнении «Нонниковой Людмилово-Сагровой», «Молочковой Ларисы Гилановой» и аккомпанируем с «Зайцевой Галина Владимировной». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Внимание! Известный итальянский скрипач. Инструмент певца. Инструмент певца. Вот здесь правильно. Сочетание двух звуков в музыке. Сочетание двух звуков в музыке. Вот здесь. Вот здесь. Давай. А? Правильно. Сочетание двух звуков в музыке. Кружающийся танец. Ну это все знают. Архитруба музыкального произведения, состоящая из нескольких частей. Подумайте. Название. Низкий поклон вам, матери России. А во второй части нашего заседания, мы обратимся к вам в музыке через музыку. Также нас ждет сегодня музыкальный просмотр и, как всегда, близкий турнир. А перед тем, как начать наше заседание, я хочу объявить начало нового школьного конкурса, который будет носить название «Конкурс на сочинение лучшего музыкального произведения о нашей школе». Пожалуйста, участвуйте. А также напоминаю вам, что итоги конкурса на лучшую перестрацию к любимому произведению будут подведены на следующем заседании в январе. Спешите принимать участие в нашем конкурсе. Субтитры сделал DimaTorzok Девушка Дoskara Эта неделя посвящена замечательному празднику «Святую на матери» И нет, пожалуй, на свете ничего с вещением – «Святого матери» Оно рождается как бы вместе с нами. Любовь к матери заложена в нас в самой природе. Это чувство живет человеком до конца дней. Как можно не любить мать, если ты обязан быть своим появлением на сына? Счастье мать – это счастье, что не любит. Дети – самое разыскательное, потому что она понимает свою большую ответственность за сына и безручную, и желает им добра. О, вера наших матерей, вовек не знающая меры. Святая, трепленная вера в знак подрастающей жизни. Ее, как свет в пересеке, не выдает ничто, ни единицы в пересеке, ни злые жалобы соседей. Уж матери такую народу, такую над долгим взглядом верят, пусть перевезнутся, пройдутся, и снова верят, 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 верят. Так верят матери одни, взыскательные и терпеливые. И некрикливые одни, не почитают это зима. А просто, ни почем года их верит репетно и нежно. Вот только мы-то не всегда оправдываем их надежды. Гаврилем, мамой, из цикла «Земля». Исполняет Иванова Настя, концерт-мейстер, шульга Татьяна Геннадьевич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Удивительно теплым было отношение Петра Ильича Чайковского, о музыке которого мы поговорим дальше, к своей матушке Александре Андреевне. Все годы композитора прошли в уютной, счастливой семейной обстановке. Отец композитора Илья Петрович очень любил детей, но к своей матери маленький Петя относился с особой лебедной любовью. Когда ему было всего 4 года, Александре Андреевне пришлось совершить долгую поездку в Санкт-Петербург. Разлука с ней была для Петя мучительной. Он тосковал из нее и все чаще наигрывал что-то грустное на фортепиану. Интересно, что именно тогда, к ее возвращению, Петр Ильич сочинил свою первую песню, которая состояла всего из одной фразы «Наша мама вернулась». Родные отмечали, что из всех детей Петя больше всех был похож на мать и лицом, и душой. Такой же чуткий, роднимый, добрый, как все мы все на свете. От музыки, как тянется, это тоже от материнки. Гувернанска говорила, что он спитывает музыку как музыка, и что ей бы хотелось, чтобы он больше бегал и шарил со всеми детьми, а он предпочитает все время сидеть возле вас. И вот подросшего Петю отправляют в училище, в училище-правоведение. А это значит, пора прощаться с безнадежным детством в кругу семьи. А главное, пришла пора опять расставаться с любимой матушкой. Наступила минута прощания. Старший брат Поля, как и подождает взрослому воспитанному мальчику, целует маму и спускается на землю. А Петя, Петя прижимается к матушке всем своим телом и ни за что не хочет отпускать от себя самого родного и близкого ему человека. Что было потом, он не понял. Спасибо. На помощь ему опять пришла музыка. В мае 1852 года Чайковские всей семьей переселяются в Путербург. Наконец, вся семья воссоединилась, и Петя убивается счастьем семейной близости. Безмятежно спокойную жизнь нарушила трагическое событие. В начале лета Александра Андреевна заболела карьером и скоропостижно скончалась. Лишь в 1856 году Чайковский напишет в письме к своим журнам следующие строчки. Наконец, я должен вам рассказать про ужасное несчастье, которое случилось два с половиной года тому назад. И больше нигде, и не строчки. Слишком глубоко и навсегда было задено в его сердце. Эту потерю Петр Ильич будет остро чувствовать всю свою жизнь. Мне говорят, что слишком много любви я детям отдаю, Что материнская тревога до срока ставит жизнь мою. Но что смогу я им ответить? Сердцам, как страстам, как броня. Любовь, отданная детям, не делает меня. В ней все и радость, и терпение, и те шальные соловьи. За это чистое горение спасибо, дети, вам мои. А теперь для наших дорогих мамш, Степенькова Вероника и Кемченко Светлана исполняют произведение от Спасмана «Прощайный ночи». Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Песню «Милая моя Россия», музыку и слова, которые написала наша мужикница Татьяна Синькова, исполнит Фанасин Капай. Аккомпанирует Киев Юрий Георгиев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Композитор говорит о главном, сокровенном, о жизни, любви, страданиях и борьбе человека. А мы понимаем и впитываем эту потрясающе красивую и такую русскую музыку. Вот почему мы говорим «наш Чайков». Далеко не каждому художнику, даже самому выдающемуся и всемирно известному, мы испытываем чувство такого родства и преданности. Итак, Петр Ильич Чайковский родился в 1840 году в семье начальника металлургического завода города Водкирска. Он был вторым сыном в семье, состоящей из пяти детей. Его музыкальная одаренность проявилась очень и очень рада. Однако, когда ему и столы возникли 10 лет, родители отдали его в Петербургское училище правоведения. Уже будущий чиновником Министерства юстиции, Чайковский в 1861 году начал посещать основанные Рубенштейном музыкальные классы. А уже в 62-м году подключил незадолго до этого открывшийся консерватор. А детство композитора всячески поддерживал Петра Ильича в желании делать музыку в своей профессии. Хотя роль музыканта в то время была незавидной Василии. Подумайте только, Чайковский занялся в сервисе музыкальным образованием в 22 года. В случае, прямо скажем, без примерной во всей мировой истории. Чтобы композитор, ставшим впоследствии гордостью всей нации, начинал так с детьми. Окончив консерваторию через 3 года, он переехал в Москву, где стал профессором в Московской консерватории. Занятия с учениками стали сочетаться с напряженной творческой работой. Одна с другой возникали оперы, симфонии, камерные сочинения. Расквет его творчества ознаменовалась в 4-й сентябре опера Евгений Амин. Давайте, ребята, вспомним, какие произведения Чайковского вам не хотелось играть. Чайковского вам не хотелось играть. Внимание! 10 годов, 3 балета, 6 симфоний, 4 сюиты для симфонического орбита, итальянки Агабричио, симфонические уектуры и фантазии, скринфейчика, 3 портепиана и концерчи. Более 100 лет для портепиана, среди которых цикл «Времена года», и цикл «Детский орбит» и многие другие произведения в различных жанрах. О некоторых из них не хотелось бы рассказать поподробнее. Многие ребята, обучающиеся игре на фантазии, встречались с циклом «Есть Чайковского», который называется «Детский орбит». И вот какова история его возникновения. Однажды Петр Ильич гостил в имении своей сестры Александра Довны и слушал, как его племянник старательно, но совсем безуспешно разучивает какой-то музык. Вдруг ему пришло в голову написать несколько пьесок для занятий своих племянников. Казалось, что пустит он, детские пьесы для начинающих пианистов. А сколько светлых минут радости принесла работа над ним. Он никогда не думал, что так увлечется, так ярко и отчетливо, что умеет представить свое давно-минучшее детство. И вот когда работа была закончена, и Петр Ильич представил свое зарение всей семье, радости детей не было бы делать. Ведь тогда для начинающих музыкантов не было почти никакой литературы. А любимый племянник Володя тут же попытался сыграть на память только что слышенную музыку. Запомнил, запомнил ведь, не являлся человеком. Выходит, не зря писал. Выходит, понравилось детям, детям. Ему Володя Давыдов, к сожалению, не посвятил свой детский альбом. В этом цепле 24 пьесы. Неоднократно он переиздавался. В 1994-м было выпущено такое красивое издание, в котором много очень иллюстраций различных произведений. И на который и на все вьесы практически два возможностей смотрят. Сегодня из этого друга мы послушаем с вами два произведения «Утренняя молитва» и «Полька», которые прозвучат в исполнении чурка Татьяны Геннадьевны. «Полка» и «Пutrí» и «Полька», «До aquí guests уже хочу». Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 в содружестве с братом Мадельского. Как всегда, Петр Ильич много работал. Для поддержания финансового благополучия ему приходится очень много интеллировать. Он совершил заграничную поездку концертами и параллельно балетом писал оперу «Виоланта». Создавая балет, Петр Ильич уносился мыслями в свое далекое детство, в которое было пронизано насквозь теплом материнской любви. Он вдруг загрустил о немке, о рождественной сладости, которые находились в ее пушистых ветерах. Неудивительно, что ему в который раз удалось создать музыку, которая заставляет человека становиться чище, возвышеннее и добрее. Фрагмент из балета «Щерпунчик» «Сталинские дрожжеты» исполняет «Пошумова Даша» издательства «Гарина Владимировна». АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Итак, ребята, сегодня мы прикоснулись с вами творчество великого русского композитора Петра Ильича 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 Ильича. И я надеюсь, что его прекрасное мозг дает прочное место в ваших сердцах. И в заключение нашего заседания, последняя наша амбрика, Блиц. Внимательно слушайте вопрос, поднимайте руки, включайте вместо него. Прием игры на музыкальных инструментах, дающий красочный, скользящий переход от игроков. Скользящий, красочный прием игры. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...